А че это вы здесь делаете, а? Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходило стуга, спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Очень были неустроены в бытовом отношении. А теперь оглянитесь вокруг, какие вам корпуса понастроили, какие газоны разбили. Водопровод, телевизор, газовая кухня, парники, цветники, мероприятия. Дети, вы хозяева лагеря. Вы! А от вас что требуется, друзья мои? Дети, вы хозяева! Что читаешь? Чехова. Зачем? Смешно. Много смеешься. Ты бы лучше журнал вожатой почитала. Опыта-то нет. А вот и царица форель! Музыка, душ! Здорово, кукуруза! На химзаводе торт получила? Получила! В почтовом ящике торт получила? Получила! И у нас получишь. Точно! Что ж, коту в сапогах премию давать? Товарищ Денин, а сейчас бабу вам большое внимание. Может, стручка премируем? Если бы надо было стручка премировать, на химзаводе бы проявили инициативу. Не волнуйся. Зимой эти костюмы на елке, летом в лагере. Видеть их больше не могу. Не можешь, не смотри. Серьезно. Неужели ребята сами не могут сделать себе костюм? Клей, обои, папиросная бумага, все. Гордость надо иметь, что мы беднее других. Их, папиросную бумагу, детей заворачивать. Давайте лучше манилочной заниматься. Решим, кого в царицу полей наряжать. Известно кого? Митрофанову. У нее же дядя. Митрофанова. Такого дяди племянница. А Вавилоны на голове устраиваешь. Понятно говорю? Так. Здесь будут родители и гости. А пусть они лучше на траве сидят. Там те неудобнее. Подумаем. Куда ставить-то? Да подожди ты. Крокодил. Вижу. Здесь будет зона аттракционов. Бег в мешках? Так точно. От той плевательницы до фонаря. Ответственный ты. А давайте сами придумаем. Ну, надоело же. Опять мечи кидать. Опять кольца кидать. Опять петли на удочке кегли ловить. Ну, чего-нибудь новенькое. Неужели не можем? Новенькое. Подумай. Куда ставить-то? Да подожди ты. Значит так. Здесь мечи кидаем. Здесь кольца кидаем. Здесь петли на удочке кегли ловим. Никитин, Шарафудинов, Стоповой и вся компания. Что же делать, а? Подожди. Заболели. Болезнью заболели. Амурские волны. А вы говорили, талантов нету. Артисты, художественный театр. Мужицы. Симулянты. Самострелы. Валить сюда! Валить сюда! Инхель. Инхель. Ты был для меня кровным врагом. А сейчас стал кровным братом. Но в лагерь я все равно тебя не верну. Ты купался не в положенном месте. Ну, а что ты? Куда ставить-то? Зато сыну! Не надо эту самодеятельность. Это же Маяковский. Знаю. Маяковский в каком классе проходит? И потом по тематике нету. А да. Ну и что? Не надо. Начали. Лагерь наша большая семья. Ну чочи, чочи, ну. Мы бодры, веселы. Стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как? Веселее. Молодец, понял. Вот так и продолжайте. Встань на место. Начали. Лагерь наша большая семья. Мы бодры, веселы. Хорошо нам живется, друзья. Юда. Вручник сам крапиву прыгал, а сам. Ну, разговорчики. Три, четыре. В соответствии с распорядком Начинаем мы утро с зарядки. Угощайся вкусным обедом. Суп и щи мы едим всегда вслепом. Что не ест, мы садим. Па-ку-де-ешь, ему говорим. Ширяю плюс 140 грамм. Юрёвенко плюс 25 грамм. Второй отряд весь. Так, очень хорошо. Общий вес отряда 865 килограмм. Это они к концу смены за тонну перевалят. Вот это питание. Помню, у матери нас 8 человек было. Третий отряд. Андронов. Ну, подожди. Общий персонал. Так. Иночкин. Давай. Андронов ноль. Барабин минус 8 грамм. Гарбузов минус 50 грамм. Минус сколько? 50 грамм. Товарищ Дынин. У меня к вам серьезный разговор. Опять про Иночкина. Сядь. Ты лучше посмотри, что у тебя в отряде творится. У всех привес, а третий отряд на месте топчется. С чем приехали, с тем и уехали. А в других отрядах? Что не день, 100 грамм. Что не день, 100 грамм. А то и 150. Товарищ Дынин. Что там Шарафуддинов? Минус 3 грамма. Даже Шарафуддинов. А причины знаешь? Сиди. Карты видишь? Играют в твоем отряде. И не только мальчики, но и девочки. Митрофанова. Минус 100 грамм. Минус 100 грамм. Вот до чего доводят эти. Вавилоны на голове. Черт, знаешь, что такое? Крапива и секлис. Котлеты куда-то выносят. Может, побег готовят. Или еще похуже. Ну, ничего, ничего. Лучше ешь, ешь. Главное, на суп налегай. В жидкости вся сила. Подумать только. Второй день без первого. Второй день без первого, первый день без второго. И два дня без третьего. Я бы так не мог. Ты с ним говорила? Бесполезно. 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 Я ему говорю, куда ставить-то? Он говорит, да подожди ты. Я говорю, куда ставить-то? Да подожди ты. Да подожди ты. Все. Может быть, еще раз поговорить? Митый номер. Ну, как человеку можно объяснить, что, например, детей любить надо? Я, конечно, эту смену отработаю, а там резко вопрос поставлю. Либо я, либо он. Тихо. А че это вы здесь делаете? А? Кину-то уже кончилось. Ха! ru У! 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 Продолжение следует...